Привет, дорогие друзья! Вы на канале Митолик Дэний и сегодня с вами посмотрим на колоду мила. Давно не было гайдов на мил, сейчас кто-то будет наверно плеваться прям в экран. Ну мил, за что? Зачем ты это пропагандируешь? Кто-то наоборот будет говорить, ну наконец-то хоть кто-то записывает гайд на православный мил, наконец-то очистить эту самую мету, очистить этот позор. И поиграть на самой честной холоде Нильфгарда. В общем, гайд был заказан еще в начале месяца. Я сказал сразу, что не буду играть на этом в начале месяца, дождусь конца сезона, когда уже все откалибруются, все там отыграют, что хотели отыграть и уже ближе к концу сезона буду играть на этом поздней-поздней ночью. Я свое слово сдержал, поэтому гайд записывается именно в конце месяца. Поэтому плюйтесь, плюйтесь и еще раз плюйтесь. Я вообще считаю, что весь Нильфгард надо нерфить Хламину, включая карты на всякие убийства, на мил и вот так далее. Вот бафишь какие-то картонки, а они играют спокойно в миле. Тот же, например, Арториус Вига, Бельгефорца и так далее. То есть бафать это всегда сомнительно и всегда опасно. Ну что ж, сезон кончается. Расчехляем мил. Перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Также не забудьте поставить лайк под роликом и под колодой на сайте PlayGvind. Это под подвижение моего канала. Также давайте по дискорд-серверу. Все новости к самому гвинтайму канала будут там. Ждем вас в дискорд-сервере. И переходим к разбору колоды. Колода, если не ошибаюсь, до Урена еще с прошлого сезона. Он и не поднимал огромные ММРы. 2600, если не ошибаюсь, на миле поднять. Ребята, это надо постараться. Я же играл на низких рангах, поэтому, опять-таки, никаким киберспортсменам я особо не мешал. Они там шли своей дорогой, я никому не мешал. И играл, по большей части, с китайскими дэкбилдерами. В общем, здесь есть свои комбинации, свои нюансы, которые, конечно же, сейчас я разберу. Начнем, пожалуй, с первой комбинации. Это у нас Стрегобор. Стрегобор по таймеру 2. В дальнобном ряду, если оба игрока берут карту, если таймер кончается. То есть, даже независимо от того, у карта переполненная рука или нет, он добирает карту. Например, Матахури так не работает. Она работает в том случае, если у оппонента карт меньше 10. Таким образом, эта комбинация неплохо работает на синем монете. Вы ставите Стрегобора, ждете таймер, ставите Матахури. Матахури добирает вам 9-ю карту, Стрегобор вам добирает 10-ю карту. И вы, будучи на синем монете, играли первым. У вас будет 8 карт, у оппонента будет 9 карт, а карта оппонента, которая дает Стрегобор, будет улетать в сброс. Эту комбинацию не совсем легко понять. Лучше посмотреть уже на практике. По-моему, в первой игре я это сразу продемонстрирую, поэтому смотрите. Повторюсь на синем монете, если у вас есть Стрегобор и Матахури, то эту комбинацию желательно вам реализовать. У вас есть карусальный череп. Зачастую вы будете сейвить именно Стрегобора, но также можете засейвить карту Арт Фиайн Кирасиры. Эта карта имеет обход и в конце вашего хода добавляет 1-ю деницу брони себе. В дальнобойном ряду, когда броня этой карты станет 5, она перемещается в рукопашку. По баррикаде в рукопашном ряду, каждый раз, когда противники играют отряд на своей стороне поля, вы убираете всю броню у Кирасира, бьете оппонента на силу равной количеству брони и блокируете эту карту. Если у карты есть покров, то блокировать себя она не будет. По сути, она будет играть как Ведьмак за 5 провизий у Севера. Она не будет себя блокировать, когда ход будет бить на 1 или на 2 очка в зависимости от обхода. Ставьте ее к ранней правой карте, чтобы она сразу добавляла себе 2 брони. Именно так работает обход. А что у нас имеется еще? Ну, конечно же, огромное количество мила. Первая карта это Траггард. По размещению, вы смотрите 3 верхние карты в колоде противника и перемещаете одну из них в сброс противника. Иногда можно выкрутить винкон оппонента, уничтожив очень важную карту. Такие самые важные карты вы можете там выкрутить у оппонента. Значит, у это Ренфри, если в Ренфри колоде. Накер, если вы против Накер колоды играете. Далее, Симлас. У Белок это одна из ключевых карт. Если Траггард находит Симласа, то пиши пропало. У Рыцаря это какой-нибудь сценарий. У Ассимиляции это какой-нибудь Тиранова. То есть, вариантов выкрутить винкон оппонента вполне себе можно. Прям очень много важных карт на самом деле существует. И всегда пожалуйста, всегда пожалуйста, можно что-то неприятненькое выкрутить. Чем он отличается от Убийц Королей и от прочих карт, которые уничтожают карты оппонента? Вы помещаете карту именно в сброс. Соответственно, помните о том, что когда вы перемещаете карту в сброс, оппонент ее все еще может вернуть. Если вы перемещаете Эхо Карту в сброс оппонента, то она ему вернется. Теперь разберем Убийц Королей. Они работают по-другому. Они вскрывают верхнюю карту, одну, не три, и удаляют ее. То есть, они отправляют ее в сброс, они именно ее удаляют. Поэтому, если Убийц Королей убивает Эхо Карту, то она просто исчезает. Убийца королей можно переигрывать через телепортацию Телепортация останавливает силу дружного отряда Если отряд был бронзовый, тогда он повторно играет его Если вы кидаете телепортацию в какую-нибудь золотую карту поврежденную Или наоборот усиленную То она просто сделает ее силу белой Если вы играете в любой другой отряд То вы переигрываете эту карту Убийца королей был поврежден У него останется сила и он переиграется Соответственно вы убьете какую-то карту оппонента Поэтому по сути у вас тут 4 убийцы королей Вы их можете переигрывать И трагер Также у вас есть Арториус Вига, он имеет ассимиляцию, по размещению существует и играет копию бронзового отряда из вашей стартовой колды, делая ее силу равной 1. У вас тут всего лишь 3 отряда, это Убийца Королей, это Артпиан Черепаха и Керасир. В редких случаях вы будете играть эти 2 карты, в очень редкой зачастую это будет именно Убийца Королей, чтобы он стал единичкой и вы его спокойно переигрывали через телепорт. То есть еще один Убийца Королей вам нужен. Далее у вас есть Конторелла, Конторелла является вероломной, то есть играет на свой оппонент, и по размещению играет верхнюю карту из колды противника. Есть опять-таки несколько комбинаций, вы можете посмотреть колоду оппонента через Трагерна, и тем самым знать, какие карты у оппонента можно Контореллкой съесть. Опять-таки это главное запомнить, какие карты лежат наверху, одну там например, например, вы смотрите 3 карты, Трагерн убивает первую карту, вторую вы милите, а третью, например, играет через Контореллу. Вот такая вот штука. Что у нас имеется еще? По сути это весь мил, кстати говоря, по сути это весь мил. Ну еще Фалян Чародея, вы играете карты из своей колоды, если оппонент прожимает книжку, то он также тебя прокручивает, и соответственно оппоненту вы делаете хуже. Еще одна карта на мил, это Тибор. Тибор имеет неюзивность, в конце вашего хода, кстати, можно его преобразовать, он прям очень интересную анимацию имеет, бежит по всему столу и кайфует от этого. В конце вашего хода вы добавляете случайному отряду противника на сто, и каждый раз, когда этот отряд получает статус, то есть отряд противника, выносите этой карте 1 единица урона. Также противник берет карту каждый раз, когда эта карта появляется на поле, если противник спасывал или набрал полную руку, вы наносите этой карте 12 единиц урона. То есть на пустую стол эту карту ни в коем случае нельзя кидать, оппоненту должна быть хотя бы, ну, минус одна карта, как вот Мата Хури работает по сути. Поэтому, когда у оппонента полная рука, его нельзя ставить. Вы вот ставите на стол, оппонент добирает карту, и Тибор работает как офигенный такой движочек. Если вы в одну и ту же карту попадаете 2 раза на сто или 3 раза на сто, то эффект еще больше суммируется, удваивается, утраивается. Поэтому приятненько. Далее у вас есть комбинация Яхима и Удара Милосердия. Это просто темповая комбинация, которая позволяет вам забирать там 2 или 3 раунд тупо статами. Особенно, когда вы, например, не смогли замилить оппонента достаточно сильно, или не смогли забрать раунд, успели замилить его, хорошие поинты. Яхимом вы можете брать хорошие картонки от тех же убийц королей, или просто кирасиров, это просто карта на статы, и переигрывать через Удар Милосердия эту карту. Вы играете все карты, кроме вероломных. То есть, условно Контореллу и Лжо Цире вы не сыграете. Далее, Удар Милосердия также можно переиграть Контореллу, чтобы еще одну карту оппонента сыграть на свой стол. Опять-таки, вы посмотрели, например, через Трагорна колоду оппонента, увидели там 2 золотые офигенные карты, можно 2 раза сыграть Контореллу и 2 золотые карты сыграть. Лжо Цире также очень темповая карта для вашей колоды. По размещению, вы играете бронзовую карту тактики из вашего сброса, добавляя ей обреченность. В конце хода вы ущербите себя на 1. По грации 8 перемещаетесь со стола оппонента на ваш стол, очищая карту. У вас обилка на Тусенском гостеприимстве. Вы, наверное, задаете вопрос, почему именно эта обилка? Вот как раз-таки под Лжо Цире вы можете эту обилку использовать, сразу поставить Лжо Цире, и Лжо Цире переиграет эту обилку из сброса. Также у вас есть 2 бугурта в принципе в руке, которые вы можете использовать как на Лжо Цире, так и сначала, потом на Лжо Цире поставить, так и просто сыграть. Также у вас обилка на Тусенском гостеприимстве очень хорошо работает под Вильге Форца и Йеннифер. Вы можете разбафать какие-то карты и после этого забрать через Йеннифер эту карту или через Вильге Форца. Йеннифер перемещает вражка отряд наверх вашей колоды. Если отряд является обреченным токеном, то она его просто уничтожит, просто растворит его. Если отряд не является обреченным, то вы просто его заберете и можете сыграть на хорошие статы. Также через Йеннифер вы положили карту наверх колоды, соответственно Яхим узнает, как карта лежит наверху, и эту верхнюю карту она сразу может, например, сыграть. Вильге Форца тоже ваш контроль, вы можете опять-таки разбафать карту через Тусенское гостеприимство. И Вильге Форца в рукопашке уничтожает вражеский отряд, призывая отряд противника из колоды. В данном ряду уничтожает отряд ваш и призывает любую карту из вашей колоды. Любой отряд. Включая золотые отряды. Осторожней поэтому. Какие карты я еще тут не рассмотрел? По-моему, я все уже карты рассмотрел. Флакон за прятым знамением это либо прокрутка, либо просто ход на 8. Дипла это просто дипла. Вы просто створяете карту какую-то из фракции противника и ходите. Против Нилгарда порой случалось, я играл либо Осведомительницу, либо Убийцу Королей и было еще веселее. Вот такая вот дэчка. В принципе, все картонки я разобрал. Опять-таки, вы пытаетесь играть здесь Даталова, пытаетесь максимально милить оппонента. Сразу отдаете Тибора, чтобы он вишковал. И Ахима пытаетесь сейвить вместе с Ударом Милосердия, чтобы потом их сыграть на большие поинты. И даже если вы берете раунд оппонента и уйдете там в минус 2 карты, вы продолжаете милить оппонента, чтобы у него не было карт. Вы пушивая из него все остальные ресурсы. Думаю, на практике это будет более понятно и более, более, более понятно. Опять-таки, не советую на этом играть. Скорее всего, вы будете проигрывать. Здесь очень много макро-моментов, макро-нюансов. Хотя, довольно-таки быстро я эту колоду расписал. Сам даже в шоке. Вот, но нюансов здесь очень много. Играть на это вам не советую, потому что это, во-первых, токсичная колода. Это раз. Во-вторых, мы чаще будем проигрывать, чем выигрывать. Вас будет пушить и удовольствовать, скорее всего, не получите из-за исключения там пару случаев. И в третьем, мне заплатили, мне можно. А мы переходим к практике. Так, просто сыграет осада. Осада на накоплении. Давайте глянем. Сидя монета у нас. Есть регабор, есть прокрутка. В принципе, неплохо, на самом-то деле. Очень даже неплохо. Можем тут пообузить монету. Так, ну, убийца королей Трагран. Телепортация. Окей, убираем черепаху. Аматахури отличная. Вообще суперская. Вообще огонь. Бугурт. Кабанку уберем. Телепорт тоже хочется. Ну, давайте уберем один. Пойдет. Такс, окей. Мы можем поставить на самом деле Кирасира. Я бы пока начал со Стригобора. Я бы его не бафал. Я помогу, чем смогу. Чем смогу, помогу. Потому что мы все-таки Кирасира лучше забафать. Потому что для первого раунда очень нам важен будет. Он всем ничего не делает. Что ошибка? Мы обузим монетку. Добираем Тиборга. И оппонент не добирает карту, а мы добираем. По итогу, да, карта улетает. Не самая крутая, конечно, карта. Но по итогу теперь, кстати, карту хорошую добрали. И телепортации переигрывать. Интересно будет, если он Ведьмаков, но он убьет, скорее всего. То есть, теперь мы, по сути, играем на красной монете. Но сток у нас, очевидно, больше. Вот, касаемо этой карты, я прямо озадачен. Что с ней сделать? Она очень неприятна для нас. В любом случае, давайте сыграем... Драгорна. Эта карта как-то избавляться. Вообще, на нее ответа почти нет. Плохо. Ну, давайте, наверное, Тиборга пока поставим. Тут уже хочется ставить Тукар 2 Тиборга. Тиборг от наш контроль. Не давайте передышки! Всегда контроль. Правда, мы не замки карты, мы даем оппоненту. Вон тот, господин, так на вас смокит. Не поклонник ли? Неплохо, может, есть эту карту. Уже начинать обузить. Так, кто говорил? Про бус. Не злоупотребляй моим терпением. Так. Так, так, так. Как будто мы реально Тиборс эту карту должны лететь. Иначе проиграем. Просто мы этот движок никак не проходим. Нам надо бороться за первый раунд. Ладно, пока оставим. Давайте поставим ту самую карту, которую я хотел поставить. Таким бафнем в итоге. Это бесконечный движочек. Падание хорошее. Ведь будет проще. Даже удар милосердия, кстати, в этом раунде. Кстати, отлично удар милосердия для этого раунда. Пойдет. Блин, он добивает. Он добивает. Он переспамится, кстати говоря. Блин, где бы то есть эти плюсы. Давайте посмотрим, что у него наверху. Не. Так. Это призывает, можем через Вильгефордса. Надо это удалять. Удалять эти карты. Вопрос как? Ну, по сути, мы все удаляем через Убийц Королей. Подзыв давайте сброс сразу. Или все-таки это лучше отброс. От флотзам. В основном будем милить уже ручками. За рамзом бороться нехило, да? Играем за счет переспама. Пам-пам-пам. Ладно, все-таки давайте, наверное, убьем вот так карту. Что за халуйское задание? Призываем баллисту. Все куда-то рядом, да, рядом, да? Дальше у нас будет Убийц Королей. Причем, начнем с этого. Нам и темп нужен. Все остальное. Пора запачкать руки. Минус гордость. Тот замулетел уже. И дальше мы уже не знаем, какие карты нас ожидают. Эту карту он убивает в любом случае. У терпильской пехоты. Отлично. Отлично. Можем и Йеннифер сыграть, забрать эту картонку. О, не убивает его. Блин, раз не убивает. Пока у него нет зарядов, надо от этого избавляться от этой карты. Минус карта, да? Ну, типа. Облабафнуть эту карту, ошибка. Ошибочка. Да, много стов потерял. Три поинта. Это тоже не облабафать. Что-то я это, начал немножко лить пиво. Там и малость. Там самую-самую малость. Будет ли играть флиант? Думает. Пытается убить? Нет, не пытается. Окей. Эта карта унесет нас минус карту. Играть одного из этих. Допустим, так. Пас будет неплох. Неплохой. У него уже нет гордости. Все вообще нет, по-моему, карт с восстановлением. Так что мы спокойно добираем Убийцы Королей. В минус карте, но все же. Так. Окей. На секунду показалось, что он попал. Было бы неприятненько. Это наш шанс. Это наш шанс. Давайте, наверное, эту карту все-таки уничтожим. А не свое. И по поинтам, конечно, тяжело нам. Да, по поинтам прям, понятно, нас очень перегоняет. Мы уже ничего не можем сделать. По сути, мы с него забрали два состязания. Двух тимерцев. У него остался один тимерец. И Хенсель, по-моему, дырявый. Окей. Добрать поинты мы доберем. В общем, у меня были тут мисплеи, пара штук. Надо было не бафать Убийцы Королей. Надо было усиливать этого. Кого? Баллисту, которую я забрал. Который сейчас будет наверху. То есть там были мисплеи, но в целом... В целом пойдет. Так, хорошо, я Ахим сверху. Вернем телепорт. Но же цири неплоха. Да. Вполне. Из плохого, если он пассажет, мы ничего не можем замилить ему. То есть ни контрелла, нет ничего такого. Так. Ведьмак. Возьмак. Или мы сразу, я Ахима. Сразу Ахима ставим. Довольно. Их. Покончим с этим. Немножко не это мы хотели, конечно. Хотели все-таки Арториуса. Потому что это две карты. И усиливать их через Лжацири проще. Ну, допустим. Все, на терпильская пехота. Ахима. После этого будем играть уже лжи Цири. Маслица все очевидная. Прямо все играть сейчас. Потому что карт нет. Просто не находим. Если там биг-контроль, там должен быть биг-контроль. То... Тяжела. Судьба-судьбинушка. Вот биг-контроль. Ну, второго я не верю. А второй биг-контроль. Но если он будет, то будет неприятным. Должно там быть. Мы его не заменили тупо. А был бы Арториус. Просто выпал бы. Было бы и проще бафать. И все было бы лучше. Нам мордик на ноль. Это решает прям 2-0-лировать. А ему этого не хватает ведь. Разве нет? Потому что этого не хватает. Допустим. Ну, ладно. Победа? Ну, не совсем победа. У него дырявый Хенсельд. Дырявый Хенсельд. Я не знаю, зачем он не пошел мне дальше выиграть. Потому что у него были все шансы. Короче, оппонент отыграл плохо. А я не нашел карты. То есть, два сапога пара. Даже Диджи мне поставил. Ну, потому что у него еще оставались карты. Да, у него там половина карты была дырявых. Но у него все-таки было равное число. А я ничего ему издавал, милил. И когда у него остался на мордике, мы просто обойтись в долгий. Ну, не в долгий, а в третий. В общем, как-то так. Как-то так. Против нас какой-то азиат на писюнечке играет. Ну, давайте посмотрим. Что же такое может быть? Эти монеты у нас. Скорее всего, это волкалаки. Минтранжевые. Есть Сиргобор, кстати, неплохо. Сиргобор только от Тигуном умирает. Но если Сиргобор убьют Тигуном, то офигенно. Кирасир будет жить, которых мы, правда, не нашли пока что. Окей, мы их нашли. Амбанку, наверное, уберем. Пройдет. Давайте поставим его. Если Тигун, то... То вполне себе для нас. Идущие. Опа. Это китайские и азиатские разработки. На это будет интересно посмотреть как минимум. Окей, это какой-то... Это какая-то Ренфри. Допустим, но он крутится. Это ошибка, потому что... Мы его будем милить. Иборга добираем. Ну, какая-то карта у оппонента улетает. Нам дают Арториуса. А, оппонента минус Грифон. С какой-то точки зрения это, на самом деле, плюс, потому что... Потому что он его может переиграть со сброса. Я не знаю, зачем так сильно крутится. Ему это вообще не нужно было. Окей. В итоге у него уже 11 карт. А мы еще даже не начинали милить его. Мы перевернули монетку. Теперь оппонент ходит на синий. Ну, а когда мы ставим Тибора, монетка вернется. Как же он крутится? Зачем? Я ему никто не рассказывал, что это не надо делать. Причмило. Окей. Из плохого разбойники доджат. Тиборга. Если мы ударим одного из разбойников, то он улетит назад. Но он будет наверху. Кстати, это тоже проблема. Блин, ну, возможно, не стоило Тибора давать. Ну, кидаем мил, пока есть возможность. Кидаем убийц королей. Пока по ним не попали. У него уже 9 карт. Киратирами придется подождать. Он задумался. Еще один авангард. Отлично. Звезды указывают нам земной путь. Амил. И минус Морвуд, что отлично. Пока прям все лево-вправо. Хорошо, пока живем. Тиборг не попадает. Еще один бит с королей. Здесь даже, наверное, Арториус. Для поинтов, для телепорта. Наверное, да. Вы не пожалеете об этом, ваша милость. Это наш шанс. Минус Инкуб. Тоже неплохо. Нам как бы пофигу. Ай, попали, наконец-то. Попали, попали. Сброса не упал. Он упал наверх колоды. Это плохо. Может быть, как-то его все еще сможет призвать. В чем я не особо уверен. Сомнительно. С указа, я думаю, мы уже будем брать Трагарна. Наверное, да. Циклопус. Что он делает? Он сброс кинул эту карту. Когда я мог в нее попасть, она бы наверху была. Ну ладно. Ну ладно. Давайте сыграем Трагарна. Если можно Вильгфорцем убить что-то и призвать эту карту. Ну ладно, пока Трагарн. 100%. Геральт очень сильно сыграет, кстати говоря. Но это тоже надо будет заменить, потому что призвать его вообще не хочется. Восьмерку призвать на стол Вильгфорцем. Будет не очень. Больше идущие там раскачиваются. Раскачегариваются. Под Вильгфорцем пока нет особо целей. Это единичка, конечно. Клево, но... Очевидно, не то, что мы хотим. Давайте пока семерку поставим. Скоро идущие выйдет. О! О-о-о! Нам хватает замилить эту единичку. Нет, не хватает, кстати говоря. Не хватает. Вильгфорц будет в единичку. Давай Вильгфорц все-таки. Ты путаешь звездное небо и его отражение... Пошли на выплатишь либо золотом, либо кровью. Даже мы опять не попали по ней. Пока не попали. Как хорошо по этой карте летит. Повезло. Окей, я, наверное, дальше продолжу его милить. У нас есть Убийца Королей, телепорт. Еще один телепорт. Конторелла. То есть Конторелла может переговорить удары милосердия. То есть все у нас имеется. Главное найти это все. Пока находим ненужную бронзу. Let's go. Минус Мамуна. Отлично. Мамуна офигенная была бы с Контореллы. Конторелла вообще была бы. Идущий, он еще набирает одну карту. Без. Без, без, без. Убийца Королей. Бам. Минус еще один Грифон. В итоге у него одна карта осталась. И он эту карту доберет через идущих. А мы до конца будем с ним играть. Ммм, всадник дырявый. А, нет, дырявый. Всадник, он выкручивает. Отлично. Для нас это вообще отлично. Только теперь нам нечего милить. Ну, все, как-то псевдо. Ход на 5. Ну, съесть мы вряд ли сможем. Let's go, ход на 5. Окей, бежать некуда оппоненту. Видимо. Идущий вообще его в минус карту посадят. Макси, посмотрим, что там у тебя. Идущих бафаем, идущих будем забирать. Это хорошие просто, ну, хорошие поинты. Мы с ним более-менее сравниваемся по счету. Допустим. Можно еще один бугурт будет сейчас сыграть. И упасочнее карту забрать себе. Пять карт надо все отдавать. Флопус. Жальница сброса переигровки. Очень жаль. Пока играется, ребят, играем. Все просто. Герлайт у него нет. Басовать он не имеет права. Слушайте, я думаю, мы-то даже Яхима отдаем. Лидерки нам хватит потом. Я их научу вынчиняться. Ну, и лидерки с Янифер хватает нам. Если будет каким-то образом пас. Не, хе-хе-хе-хе. Зря, зря. Ну, будем честно, оппонент отыграл странно. Очень странно. Он крутился, что не надо было делать ему. Ну, азиатский гений в деле. О, шаман с тортом. Смотрим, о чем он играет. Будет бы на беге. Но, я думаю, он очень сильно расстроится, увидя, на чем играл я. Но нет, его у нас синее. Летс го, уберем черепашку. Летс го, уберем флакон. Ну, и отлично, для первого раунда можно диплу еще убрать. Окей. Начинаем мы с Артфяйна. У нас, к сожалению, нет Стрегобора и Мотохури для первого раунда. Поэтому будем смотреть. Кстати, а, одна карта улетела. Реаган. Это какая-то комба с этим. Очистки, поднятия и что-то такое должно быть. О, он крутится. Он еще, ребят, не знает. Он еще не знает. Он еще не знает. Тяжело будет. Ну, тут Фокусия, очевидно. Очевидно, Фокусия. Ну, и как бы две карты уже минусанулись. Я думаю, на Фокусии здесь могла строиться колода. Мы не знаем. Мы сейчас экрана-то двинется. Мы тоже этого можем не знать. Дальше там остались дождевики. И дождевиков мы можем вот так вот покромсать. Контрелла забирать ни одного из них не хочется. Не, можно было на самом деле помилить его, а потом контреллу сыграть самому. Правда, карту пока не было забросено. Так. Просто милим карты, мы знаем, что там такое себе. Для нас такое себе. То есть карты у нас не сыграют. Итого у него уже 11 карт. Отлично. Минус реаган, минус Фокусия. Ну, реаган он поднимет, я имею ввиду. Понятно. Еще можно Тиборга поставить для этого раунда. Сомнительно, правда. Не думал, что там темпа хватит. Басовать он не должен. Может, пацанет. Еще в круте дальше. Зелье Петри. Видимо, какая-то имба-камба. Раскуй, дальше милить. Пора запачкать руки. Этого хватает. Зелье Петри. Шельник. Видите, больно его. Может, мы его сможем добить как-то. Эх, не можем добить. Броню убирать у этой карты? Такое себе. Да, очень плохие карты для нас. Допустим он. Грести мочи. Грести мочи. Мы можем убирать сюда броню, но... Такое. Так, дальше мы уже не замки, и карты впереди. Контрелла пока что. Может быть, нам и хватит. Шторм на ноль. Печаль плюс обидно. Уходим в минус карту. Наверное, вряд ли. Давайте отдадим лидерку. Я ждал хода на ноль. Конечно. Эх, убить с королем и оперировать будем. Мне очень приятно. Ну, блин, жестко. Так, фульмар. Мы формим тебя кровью, а ты даруй нам сил. Так, ну, фульмара надо, наверное, сразу как-то избавляться. Вопрос как? А, он сразу делает шторм. И ядрить. И ядрить плюс окей. Жестко. Жестко, жестко, жестко. Давайте, все-таки, его сыграем. Статы нам тоже нужны. А вот и Тиборг. На 23. Нормально, ребят. По балансу. Ооо, это неплохо. Он очистил, переиграть мы не можем. Мы могли переиграть через фолиант. Через фолиант. Пока этого хватает вполне. Это наш шанс. Минус, а не романтия, это уже не очень для нас, ну. Окей. Всего нам пока хватает. Можем переиграть Контореллу даже. Почитатель почитает. Нам хватает, а пасовать нельзя. Пасовать нежелательно. Надо дальше играть. Вопрос чем? Указ может добрать карту. А может Вильгефорц. Вильгефорц очень сильный будет, на самом деле. Я бы Вильгефорца подождал. Ну и как бы и Йеннифер тоже. Ладно, давайте Вильгефорца все-таки кинем. А, и больше уже нету бронзы. По поинтам все хорошо у нас. По поинтам все отлично. Лидерка ходит еще на хорошие поинты, на 11 целых. 11 поинтов. Мы бьем каждый ход на 2. У нас есть ход в виде Йеннифер. Уже вообще Фульмара переиграет. Только зачем? Мы служим той, что вечно дева махит корула. Переигрывает, да? Переигрывает. Наверное все. Забирать. Второй раунд мы, наверное, будем через Лжи Цири каким-то образом. А мы на равных. Тибург еще пару раз постреляет. Тут броня будет. Су-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Не знаю. Я думаю. Может забрать через Йеннифер. Яхима. Ход очень кринжовый, конечно. Let's go. Посмотрим, сколько там будет поинтов. Сколько хватает. Даже если он забирает раунд, мы его потом до конца еще домилим. И поинтов нам должно хватать под тем же Йехимом. Находим, Яхима. Милосердие, а в принципе, играбельно. Окей. Демочень на 2. У него тут еще дамаг на 2, тут усиление на 2. То есть по поинтам хорошо. Завтра я буду пить мед, предкови! Мишку играет. То есть если нам удастся его замилить и найти поинты, то вообще будет супер. Но Яхим точно у нас будет. 100% Яхим. 100% Яхим. Еще и этот, кстати, постреляет. Попадет по фульмару, вообще огонь. Так. Ага. В моих жилах течет соленая кровь моря. Эммм. Ему хватает. А, он еще карту входит, да. Он еще входит картой. Риагана он очищает. Видимо, будет еще переигрывать. Кстати, мы у него сыграли этот же. Эту карту сыграли. Шторм. В блоке у него 2 карты природы. Кстати говоря. Густые. Поэтому вполне себе нам отлично. Вполне. Если нас будет душить, то, наверное, желательно Убийц Крае выложить. А то хури получше будет. Пас мы кидаем Артуриуса. Окей, он играет. Тут Вильгипорс был бы неплох. Кто бы мог подумать. Ну, Стрегобор. Либо Убийц Королей. Оба хороши. Мотохури добирают удар милосердия в любом случае. Убийца Королей. Минус дождь проливной. А нам этих поинтов пока что хватает. Доберем удар милосердия. И поставим Стрегобора. Не сливаем, правда, по поинтам. Только дай мне быструю смещу. Да, поинтка будет реально не хватит. Он будет его грызть. Нет, просто ворона. Просто ворона. Печально. Да, поинток не хватает. Увы. Дождь проливной будет. Будем танцевать, покуда ночь, молодая. Там не хватает просто поинтов уже на Стрегобора, чтобы он реализовался. Ну и Убийца Королей смысл уже давать некуда. Там будет, скорее всего, проливной дождик лишний. Эту карту, если он как-то попытается убить, мы ее можем даже переиграть попробовать. Но вряд ли. Убийца Королей Кирасиры. Все как-то не очень. Все как-то сомнительно. По итогу. Ладно, пока так. Или лучше, наверное, Артурису поставить для статов. Да, ну лучше, наверное, его поставить. Для поинтов. Для поинтов не хватает. Лишь иллюзии. Это самые большие поинты. И по них все единички будут. Креба броням. Ассимиляция. Ну и ассимиляция. Кстати, почему я думаю, что я у него не могу. У меня будет стопроцентный Стрегобор. Мне даже могут быть в семерке. Ну, если нам хватает удар милосердия, то да. Если не хватает, то нет. И, скорее всего, нам не хватает. Ух. Хорошо, плюс неплохо. Да, поинтов не должно хватить нам. Поинтов нам не должно хватить. Ставим сюда. Эх, Стрегобор, слабейшая карта. Из списка. Ну, если нам каким-то образом хватит. Там рука, что ли? Эх. Не хватило. Ну, было близко. Было очень даже близко. Даже не знаю. Так, просто нас играют пираты. И мы на красный. Давай уже заканчивать. И мы на красный. Череп, как назло, жальнее. Чайки. Вороны, которые прокручивают оппонента еще сильнее. Как будто бы он готовился к нам. Убираем черепашку. Убираем дипломатию. Разговоров здесь не будет. Никаких. Краблик. Окей. Крутится неплохо. Крутиться умеет. Трагран. Компас. Компас это Кантарелла, ребят. Да, мы можем себя заруинить, конечно, очень сильно. Но... Вполне себе. Если мы сейчас сыграем компас, то... Будет печаль, обида. Почему? Потому что... Компас ему вернется, как эхо-карта. И нам он может вернуться, как эхо-карта. Но попутно замилив... Картон. Надо играть компас. Это риски, опять-таки, но... Но зато какие. Ну вот, то, что я не хотел. Ну, наверное, Вильгафорц. Вильгафорц еще его немножко подмилит. Интересный вариант. Окей. По итогу у него... По итогу у него... Два тумана там еще есть. То есть, есть карта шторма. Он крутится в ноль. Компасом он, кстати, мог сыграть этот... Гудмунда. Но компаса он в руку не нашел. А вот были бы чайочки, компас-то наверху был. Вот чайочки бы те выиграли игру. Но нет. Так, мы знаем, что у него наверху этот шторм. Шторм, шторм, шторм. Картролди. Окей. Еще и плацва. Закрыли! Так, ну я бы тут, наверное, даже душил Яхимом. Нам статы прям сейчас очень нужны. Надо бы выбивать эти поинты. Про что мы тут доберем? Все, что угодно. В принципе, нас все устраивает. О-о-о-о! Тиборг. Убийца. Let's go! Он добирает шторм, правда. Падание худшее, очевидно. Собаке даже было лучше. Но поинтов хватает нам, как минимум. Ну, все, победа. С компасом вряд ли что-то может сделать. Let's go! Дальше. GG, конечно же, мэн. А где мне GG? Почему нет GG? GG. Так, просто сыграет ловушки. Если ты ловушки, то у нас должен быть хороший матчап. Ну, главное, просто найти карты. Я не привилегий порт уже на месте. Ну, отлично, что? Супер. Убираем кирасиров. Дармилосердие в принципе норм. Убираем черепашку. Ragnar для нас хорош. Ну, смотрим. Просто смотрим. Офигенно, я ощущаю против этого оппонента, очевидно. Отсюда можем достать указ. С указом можно достать Тиборга. А пока смотрим. Скорее всего, будут сразу грузы, если он грузы не нашел. Да. Грузы он нашел. Играем трагерно. Может быть, сразу Винкон выбьем. Симилос. Эх, Винкон не выбили. Но минус обман. Что довольно-таки неплохо. Хотя эту карту было бы офигенно играть через... Ну, через... Контореллу. Ну, ладно. Хорошо. Минус обманка. Это Ванька идет в бой. Ваньку, я думаю... А, это показ фиток. Ваньку, я думаю, мы забираем. А вот... Ангуса убивать будем. Ууу. 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 Хенд баф. Посмотрим. Он будет не классические ловушки. Может быть. А может и не быть. Бафает свою руку. То есть, переигрывать он будет эту ловушку. Он ее будет переигрывать. Ладно. Пока стрыгал бор. Правда, он добирает двоечку. Двоечку добирает он. Добирает двоечку. Ярик. Просто как лемба с маслом. Ярик, надо сразу валить. Ярик, надо валить сразу. Да, он переигрывает ловушку. И мы должны валить Ярик, чтобы она больше не переигрывала ее. Ну, валим мы вильгфорсен, получается. Я бы даже эту карту пока не бафал. Бафать карту будем под Йеннифер. И двоечку выпрыгивать, кстати говоря. И двоечку офигенно переигрывать будет. Ну, ладно. Мне кажется, никак уже. По-другому. Очень плохую карту мы добираем, конечно. Худшую, наверное. Нет, киборг хуже. Киборг хуже, но... Окей, мы тут рискуем постоянно, бесконечно. Поэтому особо как бы не переживаем. Они могут спрятаться, но он их не переигрывает почему-то. Пока банк поставим. Допустим. Допустим-ка пустим. Отыгрываем от этой карты. Уф, какой яготчатский ангус. Капец. Даже не знаю, давать ли у него тычку, зная, что тут ловушка есть. Я бы, наверное, отдал аккуратно. Ну, как аккуратно. Ничего аккуратно не дается. За раунды очень сильно боремся. Окей, ничего не померло. Ангуса забираем. Зато еще и Ванька есть. Там по торкве все это бафается. Там должно это бафться по торкве. Очень экспериментальная такая дэчка. Наверху у нас лежит ангус. С указом можем достать что-нибудь еще. Так, переиграет просто на 3 дэмэдж. Я никогда не промахиваюсь. Я никогда не промахиваюсь. И еще одну такую поставить, да? Эльфа добрал. Сего. Сего. Давайте просто бафнем его, пока ловушек нет. Кстати, что это за ловушкой такая? Ловушка, наверное, пася. Наверное... Либо от отряда. Отрядов, по-моему, не было после этой ловушки. Да, отрядов не было. Возможно, дэмэдж. Стоты имеем. Там торпи у него перекачанный. Идем с ним на равных. Либо от пасса работает ловушка. Обмана нет. Так что там еще у него есть. Еще у него Риордайн. Переигрываться так же будет. Допустим. Мы вернем все, что было наше. У нас столько карт, у нас ответа, конечно, уже нет. Настолько уже нет. Жутко извиняюсь. Было неосторожно. Жутко извиняюсь. Лучше может быть ловушка, которая отспала, триггерится. Давайте аккуратно сыграем так. Ну, пойдет в целом. В целом пойдет. Хочется убить единичку на самом деле. Но будем мивать тройку. Будем мивать тройку. Что-то требовалось ожидать. Нормально. Нормалек. Так, наушники потихоньку разряжаются. Мы, конечно, можем посануть. И все будет тут, типа, хорошо, но... Блин, ни одного мила не нашли. С указом можно сыграть. Вот такое. С пылом у него вообще не должно быть. Либо парочка. Но с пылом мы не играем по понятной причине. Потому что ловушка, которая убьет 14. Так. Надо сделать во время пас пока непонятно когда. Вот незадача. Какой же я неловкий. Непонятно когда. Как, если постоянно сыгранный эльф умер. Постоянно сыгранная карта, вернее. Ну, эльф. Рук в жизни также бафает своего торкви. Из плохого у нас нет пик-контроля на этого торкви. То есть мы все отдали, чтобы он не обузил. Поэтому нам банально придется продолжать играть. К сожалению, это будет убийца королей. Тяжело. Ну, либо можно Тиборга. Но Тиборг уже как будто бы поздновато. Лучше реально Арториуса. Это очевидное. Да. Никак не могли от этого отыграть по-другому. И мили мимо. Минус ловушка до вилка. Неплохо. Очень неплохо. Из плохого мы ничего не можем переигрывать. Но теперь мы можем переиграть, например, Кантореллу. Кантореллочку. Может быть он сыграет, кстати, ее. И мы переиграем через телепорт. Главное выпустить из него торкви во втором раунде. Потому что торкви нас выигрывает. Сверх прокачанный. Лут. Ай-яй-яй, убивает. Вот я неуклюже. Неуклюже ты. Это да. Это ты прав. Так, но он при этом играет. Может быть мы что-нибудь роллем хорошее для нас? И умру-то с мечом в руке. Кантореллочку. Пока все сомнительно. Ну да. Сомнительно. Очень сомнительно. Так, ну телепорты бесполезны. Диплом будем играть. Моему, что-то роллем хорошее. Ну вот, например. Диверсанта. Риордайна. Нет смысла бить. Зам вот эту карту. Бадыш. Чтобы он ее не переигрывал нафиг. Неплохо. Мы с вами играем на равных. Это очень радует. У него остался торквик. Что-то еще. Что-то еще. Как же мы тушимся. Ну у нас ход на три, правда, есть. Ну и вот на пять ловушка. Контреллок, конечно. Подвела немножко. И он скорее всего доказывается, какая-то ловушка. Он свою колоду знает, отличает нас. Но это торкви. Хорошо. Торкви девочек получает. Бадабум. Бадабум. Играет еще карту. Хойни. Хойни. Блин, может быть, мы даже сыграем телепортацию в Артфиан Черепаху. Он так себя крутит. Он хочет забрать этот раунд. А мы ему не дадим. Давайте. Этого не хватает, но хватает бугурта потом. Гриндж ход. Окей. Вероятен пас. Там либо еще одна прокачанная карта. Кстати, да. Торкви, наверное, два заряда отдал. Отлично. Оппонент выкрутил свою колоду. Не знаю зачем. На самом деле. Ну теперь наша задача его милить дальше. Потому что у него осталось очень мало карт. Не знаю, какие у него были мотивы. У него осталась прокачанная карта. Если по всему он ее отдаст. А то иначе. Играет. Грузы к нему вернулись. К нам вернулся Ангус. Ну. Ангусом и Леганим. Это правда ход на шесть. Удар Милосердия сомнительный. Ну мы либо находим Атахури, либо Тибора, либо самого этого. Уберем пока Ангуса. Убит скорее хорош, поэтому салям телепортацию. И наверное даже Удар Милосердия уберем. Лежет Сири, отлично. Мил. Мы идем за лето. Минус сапер. Мы идем за летом. Ничего. Я молчал. Пора запачкать руки. Убиваем сапера. И к сожалению этого хода нам... Ну посмотрим. Сейчас хватит, не хватит. Мы будем играть уже не бугурт, а диплу. Будем смотреть. Ну да, как будто бы оппоненту вполне себе должно хватить. Три карты, которые он разбафал. Так. Ну да, тут уже точно пас. Даже циря давать не будем. Ну и Ахим может выиграть это. Но Ахима надо искать. Уменьшится удар Милосердия. Тибор, кстати, неплох будет. Вот на 15 тупо. Думаю, это ловушка пас. Нет. Что это за ловушка такая? Что же это за ловушка? В общем, обилка есть. Что же это за ловушечка? Сейчас узнаем. Вышла Змеиная, Огненная. Ушлип-то клип. Вышла ловушка та. Обман вышел. Ловушка на 5, которая бьет. Мм, волчья яма. Окей. Так, ну мы нашли Ахима. Нашли Тиборга. У понятия две карты. В целом. В чьихах победа. Вот на 7. Ну, Джатир, наверное, самое сомнительное. Хотя хрен знает. Хрен знает. Хрен знает. Все норм, наверное. Даже Ангус. Ах. А вот и Ангус. Бойся своих слов. Своих желаний. Мы сейчас сразу Тиборга. Грабеж. Который он никак не сыграет и переиграет. Я почему грабеж не отдал интереса мне? И что уходить в минус? Очень странно. Очень сомнительно. Тиборг на 15. Змеиная вышла, если что. И там, видимо, прокачена карта осталась и два тика. Будем бимбомать его. Но этих поделок нам ухватить. Смотрим. Ууу, Фельдайн на грузы. Не, грузы сыграли. Так-то. Нам нужно этого хватить. Очевидно. Довольно. Покончимся. А, ну, он постанул, кстати, уже. Ладно, уже играть не будем. Как-то так. По итогу он мог выиграть, если бы, наверное, не играл книжку. Но если бы он не играл книжкам, он у них зала статов, потому что... Ну, не заход у него был хорошим, а это было синее. Короче, не знаю. Он не хотел до конца давать Эль Дайна, потому что это его единственный венкон. И просто пытался пушить. Ну, мне кажется, надо было пушить без книжки. Субтитры создавал DimaTorzok